Город Уральск станет территорией с устойчивым ростом к качеству жизни населения. Перспективная численность населения областного центра к 2050 году составит 525 тысяч человек, поэтому разработан стратегический план развития города Уральск. Этот документ был представлен на 31-й очередной сессии областного маслехата. Депутаты обсудили новые подходы в пяти основных направлениях роста города. Стратегия развития города Уральска до 2050 года разработана с учетом стратегии развития Казахстана, передового международного опыта городов развитых стран и перспективной численности городского населения. В документе отражены природные характеристики, богатая история нашего города, анализ текущей социально-экономической ситуации и самое основное – видение перспективного развития города. Основными приоритетами стратегии определены пять направлений развития. Это развитая экономика, развитие человеческого капитала, зеленая экономика, цифровизация и городское планирование. Развитая экономика. Здесь отражена текущая ситуация, приоритеты развития сферы промышленности, агропромышленного комплекса, предпринимательства. Город Уральск рассматривается как крупный город областного значения экономический и культурный центр Западно-Казахстанской области, крупнейший промышленный экспортоориентированный, научно-инновационный, межрегиональный центр, инженерно-транспортный и логистический узел западного региона Казахстана. Основные направления ориентированы на обеспечение устойчивого и комплексного его развития, повышение промышленного потенциала и развитие предпринимательства. Развитие человеческого капитала предусматривает приоритеты развития сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта и культуры. Другими словами, основных сфер жизни любого человека, которые влияют на его социальное, физическое и духовное развитие. Упор в зеленой экономике ставится на сохранение окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, энергоэффективности. Число работающих инновационно-активных предприятий к этому времени должно вырасти на 15%. Доля казахстанского содержания на 80%. Что касается цифровизации, то эта работа уже широко внедряется в жизнь уральцев за счет концепции «Смарт-сити». В направлении городское планирование отражена текущая ситуация и приоритеты развития архитектуры и градостроительства, туристического сектора, строительства жилья, транспортная инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство. Для обеспечения населения жильем в северо-восточной части города в микрорайоне Ахжаик планируется масштабное строительство. Ориентировочно там поселится около 100 тысяч человек. Средняя обеспеченность жильем взята из расчета 23,2 квадратных метров на одного человека. К 2050 году общая протяженность улиц и дорог города будет превышать 100 километров. В том числе длина магистральных улиц составит 400 километров. Для оценки достижения стратегических целей определен 21 целевой индикатор, который обозначен шагом в 5 лет для проведения мониторинга и оценки их достижения. Срок реализации стратегии – 2050 год. Согласно механизму реализации и мониторинга, при необходимости раз в 5 лет будет проходить корректировка, а раз в 10 лет – обновление стратегии. Для реализации стратегии будет разработан план мероприятий, в котором детально указаны все шаги, рассказал Аким Города. На сегодня в областном центре проживают 313 тысяч человек. Центральной фигурой должен стать человек, как житель основной задачей организации его жизни, завершила Аким Города. В связи с этим депутаты говорили о необходимости задействовать местные подземные месторождения воды, а также продумать грамотное управление отходами. Поэтому здесь вот тоже наши сотрудники молодцы. Хочу тоже отметить, что своими силами сделать стратегии без привлечения каких-то консультантов дорогих. Поэтому просьбу, да, давайте 100% сделаем по отходам нефтегазовых компаний. Я считаю, что и утилизация твердых бытовых отходов 5% – это мало. Надо 30% не на 50-й год ставить, а уже на 30-й год ставить. И, соответственно, до 30-го года мы должны активно увеличить. Хорошо? В целом проект развития города был одобрен. Глава региона Галий Скалиев призвал весь депутатский корпус внести вклад в его успешную реализацию.